привет с вами дмитрий слепцов в прошлом уроке мы поговорили о том что мы сначала создаем класс то есть описываем его потом объявляем конкретный объект типа как этот класс и далее мы конкретный объект уже создаем то есть описание класса объявление объекта создание конкретного объекта экземпляра класса но давайте теперь представим следующую картину что мы с вами описали класс dog и какой-то другой программист тоже описал класс dog назвал его таким же образом при этом мы к примеру описываем собак ну то есть представляем собак которых мы описываем в нашей стране с их особенностями а он описывает собак в другой стране там программисты с другой страны и получается что мы в принципе говорим об одном и том же классе dog но внутри него будет разное содержимое как вот здесь уже наполнить этот класс как его конкретно описать мы об этом поговорим чуть позже но сейчас возникает вопрос каким образом можно разделить наши классы ну или лучше сказать сделать так чтобы наш класс был именно вот нашим принадлежал именно нам а класс этого программиста принадлежал ему мы можем поместить этот класс в пространство имен с нашим именем то есть пространство имен тем она нашего сегодняшнего занять это своего рода в кавычках скажем коробка в которой хранится класс или классы то есть пространство имен это некая совокупность классов которая объединена одним именем то есть мы можем сделать следующим образом мы вот запрограммировали создали класс все объект конкретный все это сделали все понятно но теперь мы перед этим кодом пишем name space синий цвет компьютер знает что такое пространство имен это его реальность мы знаем что такое собака он знает что такое namespace мы говорим namespace пространство имен далее даем имя но например дмитрий слепцов то есть мы сказали компьютеру что это пространство имен дмитрий слепцов но поскольку это мое имя и фамилия то в принципе велика вероятность что другой программист ну по крайней мере если его так не зовут он назовет по-другому это пространство имен то есть она в принципе должно быть уникальным если мы не хотим чтобы вот с кем-то мы пересеклись мы можем также назвать дмитрий слепцов к примеру . там домашние животные и уже вот дальше говорим про собаку то есть мы задаем конкретное имя которое желательно чтобы было уникально если оно будет не уникально то если вдруг наш код где-то пересечется ну допустим мы напишем программу которая будет использовать класс док и он тоже напишет то может возникнуть конфликт ну просто вам студия скажет что вы используете класс такой-то а он уже к примеру там существует и так далее то есть нам важно задать уникальное имя мы его задали дальше точно так же мы открывающую скобку ставим вот здесь фигурную скобку после этого идет наш код то есть описание класса объявление конкретного объекта создание вернее объявление объекта и создание конкретного объекта и после этого закрывающая фигурная скобка это уже как говорится стандарт языка си шарп то есть мы открываем скобку закрываем в классе открываем закрываем то есть получается вот здесь у нас начало пространство имен здесь конец а внутри мы пишем наш код то есть важно понять что вот здесь внутри этого пространства имен могут содержаться класс это может быть например класс dog вот таким образом дальше мы создали еще один класс например уже кет про кошек решили поговорить с компьютером открыли скобку что-то описали закрыли ну естественно вот эта скобка идет после вот этой визуально лучше пониже отрисовать вот таким образом то есть эти классы dog и cat они лежат внутри пространство имен внутри вот этой коробки ну в кавычках и таким образом мы в наше пространство имен можем класть сколь угодно нужное нам количество классов далее что нужно знать про пространство имен что уже много чего создано программистами microsoft в начале курса мы говорили о том что такое датнет фреймворк здесь напишем датнет фреймворк мы сказали что это платформа которая позволяет нам создавать и запускать программы которая нам нужна которая устанавливается вместе с visual studio так вот эта платформа содержит уже огромное количество готовых классов и пространств имен которыми мы можем пользоваться при создании наших программ и в этом вся ценность использования c-sharp и датнет фреймворк то есть нам не приходится писать с нуля то что нам нужно для программирования оно уже написано и им можно пользоваться когда мы сейчас будем рассматривать пример консольного приложения мы увидим каким образом у нас код создается из тех элементов которые уже есть в датнет фреймворк то есть на данном этапе нам нужно понять следующее что пространство имен это своего рода коробочка в которой хранятся наши классы или не только наши классы в принципе классы второе уже есть множество готовых пространств имен и классов которыми можно пользоваться для написания программ и третье то что мы можем создавать свои пространства имен когда пишем свои программы и при этом пользоваться всем тем что нам дает датнет фреймворк с этим разобрались теперь посмотрим конкретный пример каким образом это выглядит мы с вами говорили о создании консольного приложения напомню как мы это делаем в студии нажимаем файл new project помните что у нас есть solution project file то есть решение проект файл сейчас мы создаем проект автоматически будет создано решение выбираем консоль аппликейшн вот здесь оставляем название какое есть либо задаем свое давайте пока оставим стандартное у меня консоль аппликейшн 2 потому что первое уже есть консоль аппликейшн 2 решение тоже консоль аппликейшн 2 нажимаем ok и смотрим на тот готовый код который нам сгенерировала студия обращаем внимание вот сюда изначально у нас есть пространство имен namespace консоль аппликейшн 2 то есть студия создала сама пространство имен с именем нашего приложения далее внутри пространство имен располагается класс программ то есть это программа вот уже получается что есть пространство имен которое начинается вот здесь заканчивается вот здесь вот в нее уже вложен класс программа дальше пока вот на это мы внимание не обращаем сейчас мы об этом подробнее поговорим вот есть структура namespace класс программ то же самое как здесь можно указать namespace дмитрий слепцов как мы говорили класс у нас может быть программ или док кат ну допустим мы можем вот здесь создать еще один класс который называется док и точно так же его описать вот у нас есть класс док есть класс программ и так далее и так далее они внутри этого пространства имен консоль аппликейшн 2 конечно консоль аппликейшн 2 это не уникальное имя то есть мы можем здесь что-то дописать но пока нам важно понимать суть как устроена программа тоже класс док пока уберу мы поняли что его можно прописать внутри пространство имен и оставим уже теперь вот эти строчки которые здесь изначально присутствовали далее обратим внимание на то что сверху есть ряд строк using ключевое слово дальше system system collections generic system link system text и так далее что это такое это директива using которая сообщает компьютеру что мы будем использовать соответствующие указанные пространства имен то есть будем использовать классы которые входят в эти пространства имен то есть мы будем использовать классы из систем классы из систем collections generic system link system text system trading tasks то есть это то что нам потребуется как считает шаблон студии в нашем консольном приложении то есть это по сути готовый шаблон который автоматически создается и эти юзинги нам дают возможность использовать те классы которые входят в эти пространства имен далее если мы к примеру не укажем ни один using то тогда в процессе нашей программы мы должны будем указывать этот путь каждый раз целиком если мы прописали using то мы сможем сразу использовать тот метод который нам нужен но это мы сейчас посмотрим как делается только сперва мы обратим внимание на вот это на этот код static void main strings и так далее в настоящий момент не нужно фокусироваться вот на этой надписи то есть пока мы не знаем это единственное что мы пока не знаем в этом коде все остальное нам примерно пока понятно то есть мы используем вот эти пространства имен и вот эти классы которые входят в эти пространства имен у нас есть пространство имен console application 2 есть класс программа это нам понятно вот это пока не понятно пусть она пока таковым и является мы это узнаем чуть позже но мы пока сейчас скажем вот что что это точка static void main это точка входа в программу то есть это то откуда программа начинает исполняться то есть фактически это то откуда начинается работа программиста ну или можно сказать творчество программиста то есть до текущего момента мы по сути организовали структуру для того чтобы программа в принципе могла работать и любой программист будет использовать этот шаблон эти юзинги эти пространства имен класса то есть это то что будет едино у всех но вот уже с этой строчки вот эта строчка первая давайте напишем первая строчка вот с нее идет выполнение программы которую написал программист вот что мы здесь скажем то и будет происходить и вот давайте представим что мы для начала напишем здесь вот что консоль точка write line и например укажем привет пока сейчас в моменте мы еще не знаем то есть я еще не объяснил что такое консоль что такое write line и так далее то есть мы сейчас пока детально не будем в этом разбираться мы просто поймем что вот эта запись делает определенные действия давайте еще вот так сделаем дальше тоже напишем консоль ритки и вот так то есть у нас есть две строчки в программе которые выполняются которые уже являются непосредственно работой программиста мы запускаем программу и как только я нажму старт будет исполнена вот эта первая точка почему потому что вот это есть точка входа то есть вернее будет исполнена первая строка потому что вот это есть точка входа в программу и если я нажму старт то мы увидим на экране привет и мигает парабельчик то есть как раз вот именно эта строчка первая была выведена на экран и вот эта строка консоль write line как раз и делает так что мы выводим вот эту фразу или все что угодно все что мы там напишем на экран но теперь возвращаемся к пространством имен если я к примеру возьму и вот здесь using system удалю все нету обратите внимание что консоль сразу подчеркивается почему потому что мы не объяснили компьютеру что мы будем использовать классы из пространства имен систем а консоль как раз принадлежит этому пространству имен то есть вот консоль если мы мышкой наведем и задержим то получится что нам подсказывает вот студия класс систем консоль а мы вот эту систем удалили то есть теперь компьютер не будет использовать классы этого пространства имен и получается что он не знает что такое консоль и подчеркивает если мы хотим все-таки использовать консоль нам приходится вот так писать систем точка консоль и вот здесь тоже систем точка вот теперь компьютер понимает что мы обращаемся в класс консоль который принадлежит пространству имен систем но если вот мы не хотим каждый раз вот это писать а вы представьте здесь ладно систем но вот здесь нам придется писать полный путь то фактически мы вот и можем как раз вот здесь написать один раз using систем и все и вот здесь уже нам не потребуется вот это постоянно указывать то есть компьютер понимает что мы будем использовать классы из этого пространства имен вот фактически теперь в этом консольном приложении мы знаем все ну кроме вот деталей вот этого кода static void main пока туда не надо лезть то есть теперь мы понимаем что мы используем пространство имен которые до нас уже были созданы классы были написаны и мы пожалуйста ими можем пользоваться у нас есть конкретный класс наша программа у нас есть конкретные строчки программы которые мы прописали и которые являются результатом нашей работы как программистов точно таким же образом мы будем писать программы на си шарпе с точки зрения трейдинга то есть это консольное приложение которое в общем то скажем так является для нас базой тренировочной но дальше мы будем делать ровно таким же способом допустим вот у нас будет пространство имен ну пусть Дмитрий Слепцов давайте вот так допустим ds strategy и дальше я уже буду описывать класс конкретной стратегии точно так же мы можем разделять на пространство имен допустим что-то касаемо рынков к примеру мы создаем namespace который называется stocks то есть акции что-то касаемо акций и допустим класс у нас здесь будет давайте вот так bars класс charts то есть мы создаем пространство имен stocks внутри которого есть класс bars класс charts бары и графики но эти бары эти графики принадлежат пространство имен в котором речь идет об акциях точно так же у нас может быть еще одно пространство имен с этими классами ну вернее с названиями такими же bars charts но это будет пространство имен которое называется ну например forex или futures или что-то еще и тогда вот эти классы bars и charts бары и графики будут принадлежать уже пространство имен forex и если мы будем использовать это пространство имен то есть мы будем писать forex.bars или forex.charts то мы будем использовать графики и бары этого пространства имен то есть все что внутри будет прописано с точки зрения кода то и будет реализовываться в программе вот таким образом мы работаем с пространствами имен и классами которые лежат внутри них сейчас просто нужно понять что пространство имен это своего рода точный адрес это коробка в которой лежат классы это точный адрес это можно сравнить также с конкретной полкой конкретном шкафу в которой что-то лежит в данном случае класс вот эта концепция по сути позволяет нам группировать классы так как нам нужно если сам класс как мы говорили это есть именованная категория группирующая схожие объекты то есть класс это фактически допустим класс dog у нас был это класс который описывает что такое собака то уже сам класс лежит внутри пространства имен но лучше сказать пространство имен так сказать описывает вот все те классы которые в нем есть то есть он лежит в нем как в коробке и таким образом мы работаем с конкретными классами конкретного пространства имен на этом все об этой теме если это видео вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями до встречи в следующих видео с вами был Дмитрий Слепцов пока удачи до сих пор до сих пор до сих пор